Философия Философ и математик Пифагор решает проучить нашу главную героиню Софию и показать, что математика – важнейший предмет, который обязательно нужно знать. Ведь большинство вещей, которые окружают нас в повседневной жизни, так или иначе с ней связаны. Пифагор вместе с величайшими умами своего времени Лагранжем, Эллером и Ньютоном решает отправить Софию в мир невыученных формул. И вернуться она сможет только тогда, когда разгадает тайну трех дверей и четырнадцати ключей. И это не случайные цифры. Ежегодно 14 марта любители математики отмечают Международный день числа Пи. Я думаю, что она как истинная студентка не поймет ничего. Да ладно, а вдруг у нее получи? Просто вот так совпало. Ее зовут София. А что в этом имени такого важно? София Ковалевская стала первой в мире женщиной, которая получила звание профессора математики. Благодаря неординарным способностям и трудолюбию смогла достигнуть огромных успехов в науке. Она автор ряда научных работ и исследований. Студенты Института инженерных и цифровых технологий креативно подошли к празднованию Международного дня числа Пи. В театральной форме рассказали об истории возникновения праздника, об интересных фактах и ученых, которые внесли свой вклад в изучение математической константы. Это как бы не свободный текст, а такие прямо факты. И очень тяжело их в отрыве от текста говорить. Поэтому ребята довольно-таки хорошо постарались в этом плане. Кому идея принадлежала? Коллективный разум. Вот она как из песни и сценарист, режиссер и главный актер. По сути это число пронизывает всю мою жизнь, потому что с детства папа как-то учился математике где-то с трех лет. И это, грубо говоря, красная ниточка всей моей жизни, которая связывает мое прошлое, настоящее и будущее. Первым крупным европейским вкладом современных геметов был вклад голландского ученого Людольфа Банцелли, который за 10 лет смог вычислить 20 знаков после запятой в числе Пи. В 2014 году израильские студенты из Института Вейцмана при написании диссертационной работы рассчитали уже более 13 триллионов знаков. А мировой рекорд по запоминанию числа Пи, зафиксированный в Книге рекордов Гиннеса, принадлежит индийцу Раджвиру Мине, который запомнил 70 тысяч знаков. Студентам предложили испытать свои силы в решении головоломок и задач, а также на память воспроизвести последовательность числа Пи. 170 знаков после запятой – личный рекорд Виктора Капустина. Например, если переводить эти цифры в буквы, то там по-любому будет ваше имя, фамилия, может быть, на миллионной, может быть, на сотой позиции, но там может быть номер вашего телефона, и это вызывает очень такой бурный интерес. А вообще заинтересовался им еще в классе девятом, когда мне было скучно на английском, а тетрадка как раз была с числом Пи, я только сижу, делать нечего и решил вот так вот выучить. С этого все и началось. Такая интересная программа и такое интересное мероприятие. Лишний раз мы сегодня убедились в том, что наши студенты не только самые умные студенты нашего института, но и очень талантливые, очень творческие. Отмечать Международный день числа Пи в Институте инженерных и цифровых технологий НИУБЛГУ стало уже традицией. Начиная с 2013 года студенты готовят настоящее театрализованное представление и путешествуют по миру цифр и математических формул. Знания воспринимаются лучше, если будет совмещена и серьезность, и какая-то игровая форма. А тут путем интерактивного обучения, то есть я предоставляю внимание очень интересные фильмы про ученых. Сегодня мы посмотрели фильм про Софью Ковалевскую, про Эйнштейна, про Хокинга. В ролях у нас были Пифагор, Эйлер, Лагранж и Ньютон. Это очень было интересно. Студентам это нравится и после вот таких мероприятий они уже по-другому к учебе относятся. Праздник был не только познавательным, но и вкусным. Студентов ждали сладкие подарки. Выпечка с изображением греческой буквы Пи.